Армения – страна разрешённого нацизма. Об этом вновь свидетельствуют архивные документы, выявленные и рассекреченные российским историком и правоведом Олегом Кузнецовым. В этот раз учёный представил широкой публике архивные материалы, доказывающие план по переселению армян в Чечену-Ингушскую АСССР в 1948 году. Первые рассекреченные архивные дела раскрывают планы армян заселить Чечню после депортации оттуда чеченцев и создать свою автономию на Северном Кавказе в составе РСФСР. «С большой степенью вероятности можно говорить о том, что это была инициатива центров армянской диаспоры за рубежом. Это была попытка дестабилизации ситуации в Советском Закавказье и в Советском Союзе в целом. Если брать данные статистики этнического состава или национального состава населения Чечни в разные годы, то в рамках событий конца 40-х годов на территорию Чечни переселилось минимум от 4 до 6 тысяч этнических армян. Причем он не был организован, еще раз подчеркиваю, советским партийно-политическим руководством. И поэтому перемещение одномоментной такой большой массы людей, которая требовала и материальных затрат и значительного объема моральных сил, оно было, конечно же, санкционировано кем-то». Депортация чеченцев и ингушей с территории Чечено-Ингурской Автономной Республики СССР и прилегающих к ней районов в Казахстан и Киргизию была осуществлена в период с 23 февраля по 9 марта 1944 года. В ее ходе по разным оценкам было выселено от 500 до 650 тысяч чеченцев и ингушей. В ходе выселения погибли примерно 100 тысяч чеченцев и 23 тысячи ингушей. Армяне решили воспользоваться этой возможностью для очередного переселения. «Те армяне, которые на тот момент проживали на территории Азербайджана, а также заселялись на территорию Армении, откуда были изгнаны азербайджанцы, они решили построить такой план Дашнаки по переселению армян с Кавказа, в частности с Азербайджана, на территорию Чечено-Ингурской Автономной Республики, в те места, в те дома, откуда были изгнаны чечены и ингуши. Об этом практически никто не знает». Как отметил Олег Кузнецов, после того, как завершилась Вторая мировая война и Советский Союз потерял больше 26 миллионов человек, было принято решение вернуть переселенных армян. Был нанесен огромный материальный ущерб и была нужда в рабочих руках. В этих целях была осуществлена очередная насильственная депортация азербайджанского населения Армении. «Для того, чтобы они переселились в Армению, нужно им было освободить места в проживании. Поэтому их решили освободить за счет азербайджанцев. А азербайджанцев в пропорциональном числе предполагалось выселить в Кура-Аракскую недвижимость. Но на деле получилось все немножко по-другому. В Советский Союз прибыло порядка 80 тысяч этнических армян, а в Азербайджан для освобождения для них жизненного пространства или регионов проживания из Армении в Азербайджан было выселено 145 тысяч этнических азербайджанцев. То есть на одного репатрианта приходилось два-два с половиной переселенца». Кандидат исторических наук профессор Олег Кузнецов для данных научных исследований воспользовался фондами архивов службы государственной безопасности Азербайджанской республики, а также документами советских органов госпезопасности. Историк отметил, что и дальше будет продолжать работать над этой темой. Шемистам Мамедов, CBC.